В общем-таки, на Фрэнги наехала вот эта прекрасная коробочка с Фурестаффа. Она, правда, немножко помяла с дороги, но проблема в том, что наш грабительный удачник ограбил гермарий, поэтому немножко помял коробочку. Но всё ценно сохранено. Фрэнги, чё это надо у тебя нашить такое? Всё. А вот давай, разверманивай. Фрэнги, что ты такой мутный сегодня, а? Ты что-то не то съел? Симотный, как моя бабка. О, а теперь стал чёткий. Много, что там у нас? Эээ, много пупырки. Пупырка, пупырка. Да, нынче сейчас дефицит. Слышал то, что её сняли с производства? Вот, поэтому не лопай её, мне оставь. Пупырка в дефиците. Что там, что там? Вы ещё только на неё посмотрите, он стоит и лопает, а всё вот ищи. Мне оставь. Ах, ты жадная морда. Да-да, коробку для тебя, я знаю. Вот облопайся. Что носик задирает тут. Шалка. Давай, покажи, что там внутри. Вот в упаковочной перничке. Какая-то бумажка. Что это за коробка? Что в ней? Там какие-то наклейки, я вижу на коробочке. Ух ты! Ну-ка, покажи мне, что там нарисовано. Что там нарисовано? Куда ты крутишься? Корожечка с Фрэнки! Ну-ка, покажи поближе. Ну, это ты куда вертишь? Ну, дай посмотрю. Ух ты! Красиво, красиво, красиво. Вот сейчас тебя в ней будем кофе заваривать. Будешь бегать по потолку, как обычно. Так, что там у нас еще есть? Маленькая штучка. Что это? А, значок, судя по всему. Или тарелка. Или большой значок. А, чтоб все знают, что Фрэнки, и чтоб никто не перепутал. Ну, давай посмотрим, что у нас там еще есть. Ой, что это? Какая-то маленькая штучка в пупырке. Еще один значок. Фурри леса не боятся. О, да, мы лес не боимся. Мы в нем живем. Хе-хе. Как настоящий. О, слушай, там еще один значок. Эть. И флаг советских. Ой, тут еще значок Фурри штафа. Или брил. Ой, это даже приложение. Кажется, я поломакал немножко. Но ничего, починю. Дома починю. И снова пупырка. По-моему, у Фурри штафа нет проблем с пупыркой. Слушай, может, это один вы купили в пупорчатый завод? Да, рви его зубами. Э, ох ты, это браслетик с лапкой. Кожаный. Сегодня по всему натуральная кожа с выжиганием. И лапка. Какая прелесть. Будет чем хвастаться. И снова волшебная пупырка. Давай, открою. Ой. Это у нас какая-то весюлечка, подвесочка красивая. Ну-ка, дай посмотрю. Это эти. Ой, распищался. Прям распелся. Так, надо с этого дела снять упаковку. Я этим сейчас займусь. Сейчас займусь. Подожди, Франки, да, я их сниму красиво. Очень детализированная, красивая штуковинка. Это потом отфоткаем красиво, потому... О, сфокусировался. Вот такая красивая подвесочка с радужным кенгурем. Так, что у нас тут? Полиграфия. Ой, это открыть. Ну, давай, сейчас откроем. Да, я, конечно, нарушу печать. Вот такой вот, хороший. И здесь какие-то жуткие открытки. Совершенно жуть. Ой, да, Франки испугался. Все, гурочка, говорят, они отдыхают. Правильно? Нет, я не умею отдыхать. Правильно. Я умею отдыхать неправильно. Набор милых открыток. А это, похоже... О, лисик с фурестапа. Какая прелесть. Такие новогодние открыточки. Надо будет выбрать что-нибудь бабушке подарить. На Марс отправить к бабуле, бабушке. Как же там бабушка Марсик у нас поживает? Так, а это что у нас такое? Что это у нас такое? Какая-то еще коробочка. И замечу, не в пупырьке, а с упаковочной бумагой. Еще и красиво запечатано. Кучей штампика в печени, чтобы мы верили, что никто, кроме нас, не вскрыл. Ребята подстраховались капитально. Ну что, я еще загородил. А дай посмотрю, что там? Что там? Ох ты, маленький Фрэнки! У нашего Фрэнки будет еще один маленький Фрэнки. О, дай, дай посмотрю. Ух ты, какая прелесть. Слушай, он божественен. Он просто офигенен. Я бы сказал, что лучше, чем оригинал, но лучше оригинал ничего быть не может. Да, ты самый лучший. А это вот твоя маленькая копия. Очень красивая, замечательная, детализованная и ничего не весит. Абсолютно легкая. Ой, у нас еще яблоко будет. Обалдеть. А это что? Что это такое? Наверное, это какое-то полотенечко. Или арты. Или полотенечко. Но учитывая, что сейчас лето и жарко, может быть там все-таки полотенечко? Но ты аккуратно его не порежь своими острыми когтями. Покажи мне, что там. Что там? Там пищит что-то и не показывает. А, это же рисунок с футболкой Росфуренции прошлого года. Кстати, выглядит на блокаде гораздо лучше, чем... Ой, блин, жалко, у нас с такой большой рамки нет по данной картинке. Но, Фрэнки, да, Фрэнки офигенно. Куда ты уже упрыгал? Повесим тебя на стену, будешь висеть такой красивый. Нет, не тебя, рисунок повесим. Да-да-да-да-да. Тебя, конечно, не надо, ты хороший. Это льшащий. Если тебя повесить, пищать не будешь. Что там? Еще волшебная пупырька. Что в этой волшебной пупырьке? Что-то очень махонькое. Все. Вот, держи камеру. Такая-то маленькая бирюлька. Крохотулечка, я б сказал. Ох ты. Коготь с волком. Или с кенгуру. Вот такая красота. Правда, тяжело детектировать, что же это все-таки за животное, но выглядит просто очень... А! Нет, слушай, у этого животного длинный пушистый хвост. Наверное, все-таки это волк. Так, и кенгуру. Ну ладно, это будет древесный кенгуру с длинным-длинным хвостом. Ой, там еще что-то есть. Еще один сверточек. Ну-ка, интересно, что в этом сверточке. О, календарь! Отлично! У меня как раз не было календаря на этот год. Мне постоянно приходилось лазить мобилу как дурачок. Обалденно! Если я повешу его дома и на оставшиеся четыре... Нет. Пять месяцев этого года у меня будет календарь. И даже в обоих комнатах. Это кто у нас такой бегущий тут? Какой-то ля-лапард. Ой, в смысле гепард. Не знаю таких, я его не знаю. Но он забавный. Что там еще есть? Это бездонная коробка, по-моему. Там... Там на реке что-то еще. Обалденно! А на чем это у нас? Это рамочка. Подожди, рисунок на дереве? Ух ты, какая прелесть. Ну-ка распакуй-то. По-моему, это гуашь. Или акрил. Сейчас распакуем, поглядим, поглядим. Да, это рисунок по дереву. Судя по звуку когтей, это не рамка. А ты же ее все лопнешь! Я тоже хочу пупырки! А, тут еще осталась пупырка. Прекрасно. Ой! А тут флешка с лапкой. Я нашел флешку с лапкой. Интересно, насколько она. Ух ты. Лакированное, красивое дерево. Да-да-да. Фрэнки куда-то не успевает смотрит на часы. Упаковочная пежня! Ой! Что-то у нас... Еще что-то лежит? Ничего себе! О! Наклейки с лапками. Ты как раз хотел себе на ноутбук повесить. Вот тебе будет лопатуля. А, это у нас... Что? Еще одна рамочка. А, судя по всему, это оригинал того арта, что у нас на кружечке. А чем он нарисован? Распечатка или оригинал... А, распечатка. Оригинал того арта. Отлично! А то я думала, что надо будет покупать рамочку А3. А нет. Вот есть уже готовенькая. Ой, с автографом. Для Рагнарика от Фрэнки. От Orphan Sirius. Ну, ну ладно, вообще, Фрэнки, ну как бы вот, ну... Ну ладно, мне, значит, мне. Ну раз мне, значит, буду висеть, любоваться на тебя. Хотя, и так могу на тебя полюбоваться. Захапку утащил и полюбовался. Ой. Ага. Держи тогда, сейчас разворачиваю. А, это, судя по всему, магний трохотный. Развешать на холодильник. А, нет, это брелок. Брелок с Фрэнки. Вот тебе будет брелочек на ключе вместо старого, потерянного. Эть. Что у нас еще? Все? Коробочка пустая? Или полна моя коробочка еще? Ой, там какая-то визиточка лежит. А, визиточка Фурестапа. В общем, всякие приглашалочки и прочие няшечки. Так, а что, анкету не положили? Или ты ее уже вытащил? А, вот она, анкетка, которая Лозер меня просил запугнуть с отзывом. Ладно, сделаем это чуть-чуть позже. Так, и осталось еще немножко полиграфии, которую мы не рассмотрели. Так, служебные нарушения набора история. Это, о, это уже напечатанная. То есть, это не просто реклама. Это у нас вот маленькая история. Про кого? Про медведя, про рысь. А, а, собственно, да, это затравочка, которая будет про историю с вашим персонажем. И Фурестап. Какой-то буклетик. Давай посмотрим, что у нас в буклетике. Так. Выбор. А, ну, это просто рекламный буклет. Фурестапа. Красиво оформленный, напечатан на хорошей бумаге, с хорошими качественными вырезами. В общем, работа полиграфов. Фрэнки, вот не надо себя запаковывать, мы тебя в Фурестап отправлять не будем, ты нам здесь нужен. Будешь бегать и гореть. Ну, в смысле, без горе... Зачем гореть? Ты хочешь гореть? Не, я, конечно, могу тебя поджечь, но я думаю, что черным тебе не понравится быть. Это мы твоего братика Дурэнки лучше покрасим в черный. А, стоп, он и так черный. Все. Ну что, Фрэнки, ты счастлив? Очень понравилось, да? Ну что, спасибо Лози, Шеги и ребятам из Фурестапа, которые организовали этот антирук.